вот ну вот маслофорсунку мы увидим то есть это у нас получается блока от спорта итак друзья всем доброго дня сегодня как вы догадались у нас будет видео про задиры корейских двигателей а также про проворота вкладышей коленчатого вала я в течение месяца проводил определенные расследования может быть чуть больше действительно есть такая проблема на определенных мотор но многие из нас ошибочно думают что корейских моторов у нас в стране в россии их очень мало и что их прям буквально 12 они ставятся на все как бы линейки практически автомобилей и что как бы они все задираются еще раз повторюсь друзья это реальная ошибка моторов много они начинаются от одного литра это 10 12 14 16 18 два литра 2 и 4 33 литра три с половиной литра 2 литра двухлитровый турбовый движок это дизельные моторы сейчас там перечислять их не буду то есть агрегатов достаточно много и после моего видео когда я снимал про моторы хендай солярис и кирилл про 1416 и говорил что эти моторы реально надежные и они долго ходят и не ломается мне начали писать о серег да чё ты говоришь вот есть в интернете там один определенный канал очень рекламировать не буду они там просто завалены этими корейскими моторами до корейца говно они все поголовно ломается то есть с одного литра до трех с половиной дизельные моторы все это корейская туфта и говно и никогда их вообще не покупайте я еще раз всем говорю вы возьмите и зайдите на этот канал и посмотрите какие они моторы в основном делаю это двухлитровый мотор это 80 процентов случаев 15 процентов случаев это мотор 2 и 4 литра и только 5 процентов случаев это будет моторы 1.4 и 1.6 которые задрались из-за того что у них развалился катализатор вот кстати про катализатор у меня также скоро будет расследование так что обязательно прям вот сейчас вот подписывайтесь на канал чтобы не пропустить это расследование я еще раз вам говорю эти моторы 1416 это как я считаю одни из самых надежных современных двигателей то есть они ходят реально очень и очень долго вы возьмите любой автопарк своего города и посмотрите кто вас там в основном ездит я не беру москву и питер щас но если взять какие-то мои малые города там да вот как наш например у нас 90 процентов кириллу хендай солярисов с пробегами там я не знаю по 300 400 минимум тысяч километров еще раз повторяю 1416 не претензий нет вообще как нет претензий к мотору 1012 как нет претензий к моторам 3 3 3 5 литра там и так далее единственная проблема была у нас с моторами 20 и 24 литра но эти проблемы сейчас тоже решили и обосновываю почему итак друзья начнем с легкого как я считаю это мотор 2 2,4 литра и какие у него были проблемы сразу скажу задирами он у нас не страдал вообще почему такое может происходить здесь мнений очень много и на формах и у самих дилеров и у сторонних ремонтных мастерских но все склоняются к тому что сейчас двигатель 24 литра идет с непосредственным прыском топлива то есть форсунки вкручены в сам блок и топливо впрыскивается у нас охлаждая наши поршни какую-то снимаю излишнюю вот эту вот температуру также кто-то говорит что у двигателя 24 литра ход поршня больше из-за этого может быть тепловая нагрузка распределяется как-то по-другому в блоке кто-то говорит что у моторов например у которых нету непосредственно впрыска такие тоже были то есть распределенный впрыск до сверху форсунки в впускном коллекторе стоят у них раньше шли масляные радиаторы охлаждения то есть также температуры излишне выбирал ну нету в общем задиров у моторов 24 в таком большом количестве как у моторов 20 у них проблема была немного другая проблема у них была во вкладышах шатунов у них проворачивал и мотор клинило почему-то коренные зачастую вкладыши у нас не проворачивались вкладыши шатунов вот проворачивается и все мотор клинь с 2012 по примерно 2016 год была такая проблема кто-то говорит что сами вкладыши были некачественны кто-то говорит что масляный насос был не такой производительные не хватало смазок шейкам именно вот этих вот шатунов но 2016 году даже по моему в конце 2015 года начале 2016 года произошло обновление этих моторов это мотор для целых четыре десятых литра поколение это или как там за это 2 как хотите его называйте и сейчас проблемы с этими моторами нету то есть вкладыши сейчас не проворачивать и задиров у именно у моторов две целых четыре десятых литра сейчас нет но еще раз друзья скажу что с 2012 по 2016 год была такая проблема проблема конечно была не сказать что массовая но достаточно распространенная вот сами посчитаете смотрите с 2012 по 2016 год это четыре года автомобилей с двигателем 2 4 литра продалось у нас на рынке просто какое-то огромное количество я думаю может быть полмиллиона может быть даже больше если сложить там sonata если сложить оптиму если сложить киа соренто киа соренто там праймы если сложить там все хендай просто посчитайте это огромное количество автомобилей и у каждого второго нет такой проблемы и эта проблема скорее всего встречается но я не знаю там ну может быть процентов 10 5 10 до проблемы действительно есть но она не такая массовая как про нее все трезвоню в америкосе и даже до происходила отзывная кампания там hyundai действительно hyundai kia концерн признал что есть проблема с вкладышами и была отзывная кампания по моему отзывалась около там 150 или 200 тысяч автомобилей им устанавливать вот усиленные вот эти вот вкладыши и там проблемы сейчас просто не да и у нас в россии уже с 2015 начала 2016 год такой проблемы нету то есть нету большого вот эту проворачивание вкладыши это что касается мотора 2 и 4 литра теперь друзья про моторы 20 литра какие моторы у нас устанавливались это тоже g4kd был только двухлитровый сейчас современные моторы это g4n а и g4n d вот например у меня на оптиме идет не g4n а g4n d у них проблемы было задирами для тех кто не в курсе что такое задиры задиры это когда вот здесь вот на стенке у нас идут такие задирного сейчас по моему их можно видеть конечно этот блок прошел уже очень много но все равно вот видно такие вот износ здесь износ здесь конечно не такой капитальный мотор здесь прошел по моему всего 100 тысяч дальше был гидроудар вот так вот погнул у нас шатун вот видите вот но мотор как-то ходил без проблем нельзя сказать что это поголовная проблема но на достаточно большом количестве автомобилей задиры эти присутствуют и что у нас происходит когда у нас мотор задирается поршни начинает у нас гулять вот так вот гулять но здесь вот не гуляет видите вот еще раз это противоречит всем тем видео вот этот мотор прошел 100000 но здесь никаких гуляний поршни нет они все сидят очень и очень плотно если поршни начинают стучать у вас там может падать компрессия у вас может заражаться масло да и просто двигатель начинает работать шумно там хуже чем дизель работы из-за чего такая проблема как я считаю у этих вот реально блоков да из-за того что здесь просто не предусмотрели температурный режим работы вот сами посмотрите вся проблема как я считаю вот этих вот таблеточных поршнях он видите очень и очень маленький юбка у него маленькая маслосъемные компрессионные кольца маленькие и он очень плохо отводит в стенке цилиндров тепло то есть он банально перегревается и от перегрева может быть он как-то как-то расширяется может быть и происходит вот эти вот задиры на стенках то есть его нужно просто хорошо как-то охлаждать обычно такие моторы идут у нас с распределенным впрыском топлива здесь нет у нас непосредственно впрыска топлива то есть если бы стояла например форсунка с непосредственным впрыском топлива она бы впрыскивала топлива сюда снимала эту температуру и двигатель у нас охлаждался эту проблему можно решить установкой масло форсунок когда снизу будет у нас распыляться форсункой какой-то масляный туман или брызгаться вот сюда вот в дно поршня ну поток масла скажем так это вся излишняя температура от поршня будет уходить но в автомобиле с 2012 по 2016 год масло форсунки у нас не устанавливать поэтому их задирало что касается масло форсунок в этих моторах действительно эту проблему можно было бы решить и раньше если бы здесь были установлены масло форсунки причем в этом блоке есть реально места вот и вот здесь вот пятачки идут вот под эти масло форсунки но раньше как бы когда выпустился этот мотор и 3kd и g4na и nd они отличаются только тем что у и на есть гидрокомпенсаторы а у g4 nd у него еще и лифт клубанов есть у g4 kd этой системы нет то есть него башка немного попроще вот но как бы моторы покупались их также продалось достаточно очень большое количество из не моторы автомобили тоже если сейчас посмотреть продаж с 2012 года по 2000 скажем так 16 17 год этих автомобилей ну я думаю их продан не один миллион то есть если сложить опять же там спорта же оптимы там и так далее и тому подобное но их просто очень много было продано если утверждать что каждый в прям вот каждый двухлитровый мотор разваливается это просто представьте должно быть миллион человек с дыхшими моторами уже там как многие пишут при 70 при 100 тысяч такой же не происходит люди и по 150 и по 200 тысяч ездит вот но косвенно косвенно производитель киев хендай как бы подтвердили что такая проблема есть почему потому что с 2017 года на моторы g4 н.а. g4 н.д. и даже на g4 kd 2 и 4 литра начали устанавливать масло форсунки охлаждения поршней то есть они стоят вот здесь вот в этих вот пятаках когда ездил менять масло на своем автомобиле я прям приехал к диле руки да у нас это авторай кстати за что ему большое спасибо что они опустили в рем-зону я говорю ребят у меня есть эндоскоп я хочу залезть в днище автомобилем то есть в поддон через вот эту вот пробку и посмотреть если у меня масло форсунки или нет потому что проходит такая информация например на каких-то там кретах тусанах на каких-то там спортержах может быть или не быть этих форсунок и от чего это вообще все дело зависит никто не понимал в 2017 году и собственно я пытался пролезть друзья честно но эндоскоп не пролазит потому что нижний вот это у нас к сожалению здесь нету поддона нижний поддон который вот здесь вот стоит у него есть определенные там противоотливная такая как пластина ну не пластина как это назвать то есть эндоскоп туда не пролазит до конца он упирается вот куда-то вот сюда вот в бок и все сколько я не пытался там мин 15 стоял с этим эндоскопом не пролазит то есть я форсунки на своем моторе не увидеть но с другой стороны я так думаю должны же быть инженера по гарантии которые ну как бы у них двигатель должен быть в разборе то есть вот это вот картинка я собственно пошел к ним говорю друзья давайте пробьем есть форсунки или нет открываем картинку смотрим форсунки якобы есть то есть форсунки есть все как бы все выдыхают но опять же таки точно есть они или не точно есть поехал в hyundai hyundai я говорю у меня например интересует двигатель hyundai creta g4 на все слышали что он проблемный он может задираться и масло форсунки могут решить эту проблему то есть еще как еще раз еще раз друзья повторяя они подают давление масла снизу в горшок горшок у нас более лучше охлаждается этим маслом и все это есть задиры у нас не происходит я считаю что этот мотор с форсунками будет ходить там и двести пятьдесят тысяч километров и 300000 что из нее ресурс по моим 250 300 если не ошибаюсь он ресурс свой точно выходят без всяких стуков и каких-то других повреждений опять информации открываем картинку подкрытие вроде все есть но опять же многие пишут на форуме вроде смотрел форсунка есть начинаю разбирать поддон кто-то снимал поддон форсунки нет как это дело понять хочу так сказать с 2018 года форсунки идут абсолютно на всех моторах это на двухлитровых g4n а g4 н.д. 2,4 литра тоже стоят форсунки то есть если вы покупаете автомобиль 2018 года вы можете вообще не переживать об этих задирах я думаю мотору будут ходить очень и очень долго но 2017 год есть очень много вопросов и здесь берите ручку и записывайте приходите с вин кодом своего автомобиля к официальному дилеру говорите хочу посмотреть что если у меня такие форсунки или нет таких форсунок у инженеров есть такие определенные схемы к сожалению друзья не знаю как они называются ну схемы двигателя короче он забивает ваш вин код открывает двигатель то есть у вас будет картинка вашего двигателя дальше там какой-то парт номер он открывает где открывается ваш блок и внизу есть такая точечка как бы по моему в маслофорсунки там форсун ойл что ли называют называются так вот если эта форсунка этот парт номер нажимается то есть если по вин коду вот открылся ваш двигатель ваша плита вот есть форсунка она как бы нарисована она вроде должна быть если инженер может на нее нажать то есть она активна как ссылка на сайте если она кликабельно и у него всплывает допустим там это маслофорсунка тогда на вашем моторе то форсунка есть но если форсунка как бы на рисунке есть но этот порт номер не активен то есть он горит синим обычно если ссылка он горит красным и не нажимается то есть человека инженер может он хочет нажать но она не нажимается соответственно форсунки в вашем двигателе нету так то есть если получается у нас вот форсунка на час а вы и отожмите то есть нет чтобы она розовым там видно было то есть она получается если она серым будет если не будет неактивная вот серы а то есть если она синим ее на нее можно нажать значит она двигатель есть и вот так если она пробивается серая так не пробивается ведь нажимается вот это пробивает получается нас мотор 2 и 4 а вот здесь написано она все понятно почему начали устанавливать форсунки вот лично мое мнение во первых первое это конечно же была проблема вот нашумевшие с этими задирами еще раз повторюсь это ну как бы достаточно большое наверное количество двигателей был но нельзя сказать что это прям все моторы были такие я не знаю чего это зависит может быть от масла может быть от эксплуатации причем достаточно большое количество задиристых моторов идут из москвы где они могут стоять там в пробках и тарабане там в пробках ну то есть они не обдувается может быть из-за этого идет разогрев и их задирает ему производитель решил устанавливать то есть решает проблему с задирами это раз и эти двухлитровые моторы пошли на очень популярный автомобиль это hyundai crepe если бы с ними появились опять проблемы с задирами скрытами тогда бы действительно правда проблем могла приобрести массовый характер а так как hyundai в основном ставят уже проверенные технические решения то соответственно они решили для креты обновить этот мотор установка этих маслофорсунок и потом эти маслофорсунки соответственно перекочевали на спорт и штамм 3 и на тусан и на сонату и на оптиму там и так далее подобное 2018 года они устанавливаются везде и как сейчас говорят такой проблемы ну просто не будет то есть возможны будут задиры но они не будут такие глобальные то есть скорее всего будут это опять просто какие-то как вот стеночка немного под износилась но она изнашивается у всех автомобилей который имеет вот такой вот таблеточный поршень так что сейчас вам друзья боятся собственно так как я считаю и нечего с 2017 из 2018 года все моторы на киеве hyundai как я считаю будут достаточно надежны особенно 14 16 эти моторы вообще не с нашим и люди ездят на них какие-то 400 500 тысяч они ходят ходят и ходят вот такой вот крупные друзья было видео видео было расследование она действительно полезны обязательно расскажите проект своим друзьям кто пишет что вот корейские моторы это говно подписывайтесь на канал потому что будет расследование про катализатор ну и конечно ставьте лайки на этом друзья все всем пока а